Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. В начале 1930-х годов в СССР активно проводились работы по созданию дивизионных универсальных с круговым обстрелом и полууниверсальных предназначенных для ведения заградительного зенитного огня пушек. В рамках концепции полууниверсального зенитно-дивизионного орудия, то есть способной одновременно выполнять роль противотанковой, зенитной и дивизионной пушки, в 1933 году в КГБ-38 конструкторское бюро завода номер 32 в подмосковной деревне Подлипки была спроектирована конструкторским коллективом «Грабина» новая 76-мм дивизионная пушка А-51. Эта пушка предназначалась для ограниченной борьбы с зенитными целями, то есть заградительный огонь, для борьбы с танками и решения всех остальных задач специальной дивизионной пушки. Несмотря на то, что КБ-38 в том же 1933 году было ликвидировано, проект пушки А-51 все-таки был воплощен в металле. КБ завода Новая Сормова номер 92 в городе Горьком, созданная в январе 1934 года под руководством «Грабина», куда переехали сотрудники ликвидированного ККБ-38, продолжала дорабатывать проект пушки А-51. В 1934 году завод номер 92 изготовил опытный образец 76-мм полууниверсальной пушки А-51, но уже под своим заводским индексом F-20. Основным требованием при ее разработке являлось сохранение штатной 76-мм гильзы от дивизионной пушки образца 1902 года. Поэтому гильза для боеприпаса нового орудия, сохранив геометрические размеры, получила увеличенный пороховой заряд с 900 грамм до 1 килограмма 80 грамм. Ствол новой пушки также удлинили до 50 калибров, а канал и камора ее ствола заимствовали у 76-мм зенитной пушки образца 1915-28 годов, с которой пушка F-20 имела аналогичную баллистику. Пушка F-20 состояла из ствола с полуавтоматическим вертикальным кленовым затвором и подрессоренного двухколесного однобрусного лафета с поддоном и с большими стальными колесами. Оригинальность конструкции этого орудия состояла в том, что ствол представлял свободную трубу с кожухом и навинтным казенником и полуавтоматическим затвором. Вертикальный кленовой затвор и полуавтоматическое управление почти полностью были взяты от 76-мм зенитной пушки образца 1931 года. На стволе был смонтирован дульный тормоз для частичного поглощения отдачи при выстреле. Пушка имела гидравлический тормоз отката, гидропневматический накатник. При этом длина отката была переменной. Пружинный уравновешивающий механизм состоял из двух цилиндров. Подъемный механизм секторный. Прицел и механизм вертикального наведения располагались с разных сторон ствола. В верхний станок стальная отливка с вернутым кованым боевым штырем. К верхнему станку крепился щит. Колеса использовались в двух вариантах. С узкими резиновыми шинами и с металлическим ободом. Хоботовой части станка крепился поворотный механизм гусеничного типа, аналогичной пушке 32К, с помощью которого производился поворот орудия. Поддон в походном положении вывешивался под лафетом. При переходе в боевое положение пушка накатывалась на поддон. Стрельба в штатном положении велась с поддона, но можно было стрелять из колес. Пушка F-20 имела снаряд массой в 7 килограмм 100 грамм, с начальной скоростью 710 метров в секунду. А ее максимальная дальность стрельбы достигала 14300 метров. При вертикальном угле наведения 45 градусов. Камара была рассчитана на стандартную гильзу образца 1900 года. Соответственно, орудие могло стрелять всеми боеприпасами для 76-мм дивизионных и полковых орудий. Имела баллистику 76-мм зенитной пушки образца 1915-28 годов. В бой комплект орудия входили унитарные выстрелы с калиберными бронебойными снарядами, осколочно-фугасными снарядами, в том числе фугасная стальная старая русская и французская гранаты, шрапнель, картечь, зажигательные и дымовые снаряды. Так, бронепробиваемость калиберным бронебойным снарядом под углом 90 градусов на дистанции в 500 метров у пушки F-20 составляла 75 мм, а на дальности в 1 км – 67 мм. В начале 1935 года дивизионная пушка F-20 была отправлена на полигонные испытания, которые завершились неудачно, поскольку эта пушка имела устаревшую конструкцию однобрусного лафета. Она по своим характеристикам не соответствовала требованиям времени и не удовлетворяла самого Грабина. В связи с этим, одновременно с работами по ее усовершенствованию, на базе пушки F-20 было начато проектирование нового дивизионного орудия, получившего индекс F-22, завершившееся в 1935 году. Именно это орудие и стало первой арт-системой, полностью разработанной в СССР, а не являющейся очередной модернизацией орудий российской армии или зарубежной разработкой, которое было принято на вооружение Красной Армии в 1936 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok